Девушки отдыхают С императором не разводится, тем более с таким, как Наполеон, даже если он не совсем настоящий. Настоящий Бонапарт за 100 дней Европу завоевал, а этот планирует за то же время семью сохранить. Дело в том, что у меня вот уже все документы собраны, уже заключен договор купли-продажи предварительный. Я нашла квартиру возле матери, чтобы жить около нее рядышком. Женщина утверждает, что по вине родного сына осталась без квартиры. Она требует возместить убытки. А сын говорит, что поступил с мамой ровно так, как она поступила в свое время с его отцом. Истец Виктория Катунова подает иск о расторжении брака и взыскании с ответчика нерационально использованных денежных средств в размере 20 тысяч рублей. Ответчик Николай Катунов иск не признает и утверждает, что виной всему временные финансовые трудности. Ваша честь, дело в том, что я хочу развестись с этим человеком, потому что он дебил. Потому что что? Дебил он. Не поняла. Он дебил. По нему это видно. Это, конечно, емкое определение, но не очень достаточное. Пожалуйста. Наше знакомство началось странным образом. Я работала в больнице медсестрой, когда его привезли на скорой помощи изрядно побитым. Он, конечно, рассказал героическую историю о том, что защищал девушку. Но это оказалось все сказка. Потому что никого он не защищал. Он торговал на рынке билетами. И за это его побили. Ну, за дело его побили. Тогда мы, к сожалению, уже поженились. Ну, естественно. Ну, хорошо. Ну, мужчина решил, что он должен в ваших глазах выглядеть мужественно. И рассказал эту историю. Ну... Что, прям вот с этого момента, когда вы узнали, за что побили вашего супруга, вся любовь закончилась? Не первый случай, ваша честь. Не первый случай. Во второй раз его... Он устроился на работу после этого. Было все нормально. Но после этого его второй раз привезли в больницу уже с проломленной головой. И... За что ему так... Ну, так я понимаю, вы-то почему с ним не можете жить? Ну, вот в чем? В чем у вас такая несхожесть характера, что вы не можете сохранить семью? С ним невозможно жить. Ну, почему? Он вообразил себя Наполеоном. Ему там кто-то наплел, что его пригласят на роли. Он купил этот мундир. Ну, купил, да. Ну, ты потратил доначку мамину в 20 тысяч. Я не потратил ее. Я говорю, это вложение в наше будущее, семейное счастье. Ваша честь, дело в том, что когда он... Его привезли на скорой с проломленной головой... Ну... Естественно, привезли на скорой. Так, с травмой, и что? Ваша честь, она меня пытается сумасшедшим выставить. Я просто актер. Да, я очень похож на Наполеона. Да, меня зовут на корпоративы. Вот почему я сейчас стою перед вами в таком костюме. Меня пригласили сегодня на два корпоративных вечера. Меня машина внизу ждет. Тебя только сегодня пригласили, когда мы разводиться собрались? Ты три месяца сидел в костюме мундира этого, Наполеона. Ну, не сезон. Ну, как это не сезон? Ты мамину заначку потратил. Ну, сейчас сезон был не сезон. Так я ничего не понимаю про проломленную голову. После того, как ему проломили голову, он лежал три месяца в больнице, лечился. Все это время он жил на мою зарплату. Денег нам категорически не хватало. И мы брали из маминой заначки. Мама заначку хранила у нас, потому что отец у меня пьет, и она боялась, что пропьет эти деньги. Мы, конечно, потом это все вкладывали. Но тут как-то все наладилось. Он вылечился, все стало нормально. Ну, как-то странно себя начал вести. Он стоит перед зеркалом, подходит ко мне, говорит, Вика, посмотри, я Наполеона похож. Все соседи от него шарахаются. Вы понимаете, мне стыдно в глаза смотреть людям. Стыдно. Лучше бы я алкоголиком был, да? Ну, и он меня как-то уговорил, что ему нужно 20 тысяч, чтобы купить мундир Наполеона, что его будут приглашать на съемки. Я как-то поверила, потому что думал, человек может, ну, получится у него в этот раз хоть что-нибудь. Но ничего не получилось. Ну, как это не получилось? Остальные деньги он потратил на фотосессию, разместил везде объявления и стал ждать, когда у нас съемки пригласят. Ну, и просидел он на диване в этом мундире. Никто его никуда не пригласил. Ваша честь, я хочу с ним развестись, потому что, ну, сил больше уже нет, это терпеть. Мне свидетельство о заключении брака через судебного пристава передайте, пожалуйста. Итак, ответчик. Истцом заявлено два исковых требования. Первое – о расторжении брака. Скажите, пожалуйста, вы на расторжение брака согласны или вы возражаете? Абсолютно не согласен. Жена ссылается на якобы потраченные мной впустую деньги. Но дело в том, что да, я приобрел мундир, да, с этим согласен. Но я ее люблю. Я ее люблю. И эти деньги я потратил не на выпивку, как ее отец. Я вложил в дело. Меня зовут, меня приглашают. У меня в следующем году юбилей битвы при Бородино и вообще Отечественной войны 12-го года. Я разослал свои фотографии по студиям. Меня уже приглашают на съемки документального фильма о войне. Они просто в восторге от проб моих. Зато я от тебя не в восторге. Более того, со мной связались клубы исторической реконструкции. Они будут приглашать меня на битвы, которые они разыгрывают. Там очень много Кутузовых. Вот одного я знаю, он на Красной площади работал, там, Хрущевым, по-моему. Но сейчас вот глаз потерял и немножко пополнял. Кутузов теперь. Ну, это к делу не относится. Я разослал также в кинокомпании свои фотографии. У нас пойдет дело. То, что у нас сейчас временно нет денег, ну, это все наладится. У нас три месяца уже нет денег, мы маме должны. Когда ты ей деньги отдашь? Ну, когда отдашь. Все наладится и ей отдам. Я же говорю, работа появилась. Ты мне это давно говоришь. У Наполеона было два шанса, да и мне второй. Я тебе давала шанс. Ваша честь, я знаю, что по закону положен срок. Я прошу дать нам сто дней. Простите, ответчик, у вас как-то так это странно произвучало. По закону положен срок. Да. По закону в таких случаях полагается дать испытательный срок. Вот. Я настаиваю на этом и прошу дать мне сто дней. Сколько сто? Сто дней? Да. За это время, я думаю, ситуация поменяется кардинально. Так, я поняла вас. Вы просили свидетелей с вашей стороны? Да, пригласите, пожалуйста, в зал свидетелей истца. Свидетелей истца, пройдите. Ваша честь, я Зинченко Галина Захаровна, мама Виктории. Ваша честь, хочу вам сказать, когда я узнала, что мой дорогой зятёк купил вот эту дурость, этот мундир и треуголку, мне чуть инфаркт не хватил. Плакали, в общем-то, мои денежки. Зятёк возомнил себя императором. Захотел поехать во Францию, видите ли. А дома он всё время слушает мурсельезу, солдатиков раскладывает. Я изучаю тактику, как вы не можете понять. Работать надо, дорогой мой. А я, между прочим, эти денежки себе на похороны откладывала. И как вы себе представляете всё это? Когда ты мне собираешься эти деньги отдать? В чём ты мне будешь гроб класть? Вот в этом мундире, в треуголке? Нет, такое дело не пойдёт. Иди работай, бери лопату. Ну что, прям завтра собрались, гроб ложится. Сейчас жизнь непредсказуемая. Мало ли я куда пошла, машина сбила или сердце прихватила. Галина Захаровна, я вам обещаю, если с вами что-то случится, я вас бесплатно закопаю. Отвечик, отвечик, отвечик. Ты никогда не работал, на диване всё пролежало. Я сто раз говорила дочери, не выходи за него замуж, он тебе не нужен совсем никак. Посмотри, а ты до чего её довёл, не работавшая? Это вы её довели, настраивайте против меня. Мужа довели. Ты мои деньги потратила, я её довела, да? Как это я её довела? Ты давай, дорогой мой, говори, когда будешь деньги отдавать. Я тебе срок даю один месяц. Решай вот, пожалуйста. Дольше ждать я не могу. Нет, простите, пожалуйста, свидетель, вы не можете никакие денежные требования заявлять, поскольку вы являетесь свидетелем. И следует, что свидетель не имеет права на заявление каких-либо исковых требований. В данной ситуации ваша дочь заявила о взыскании 20 тысяч, считая именно мотивировкой искового заявления о нерационально потраченных семейных средств. Сейчас приходите вы, свидетели, и говорят, да ничего подобного, это мои деньги. Ещё оставите срок в течение. Так чьи деньги-то? Мои деньги? Я отдала дочери их на хранение, потому что муж у меня пьёт. Нет, значит, это не супружеские средства? Нет. Понятно. Это мамин заначка. Суд удаляется для принятия решений. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслужив исковые требования истца, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив свидетелей со стороны истицы, рассмотрев представленные документы, слушание дела о расторжении брака считает необходимым отложить и назначает супругам срок для примирения на 3 месяца. Суд откладывает слушание дела и назначает супругам срок для примирения на 3 месяца, поскольку ответчик на расторжение брака не согласен. Если по истечению 3 месяцев истец будет наставить на расторжение брака, то в соответствии с правилами части 2 статьи 22 Семейного кодекса Российской Федерации брак между супругами будет расторгнут. В удовлетворении заявленных денежных требований о взыскании соответчика 20 тысяч рублей как нерационально использованных средств семейного бюджета, суд вынужден отказать, поскольку в данной ситуации истец, заявив первоначально исковые требования о том, что данные 20 тысяч являются средствами семейного бюджета, в ходе судебного заседания, что было подтверждено в том числе и ее свидетелям, стало утверждать, что данные денежные средства принадлежат ее матери и, следовательно, не являются средствами семейного бюджета. Поэтому оснований для взыскания как нерационально потраченных средств семейного бюджета у суда не имеется. Если свидетельницы считают, что у нее существуют отдельные денежные требования в отношении ответчика, и в этой ситуации между свидетелями-ответчиком возникли долговые обязательства, вы имеете право заявить самостоятельно исковые требования о взыскании ответчика, указанных спором в 20 тысяч рублей. Истец и ответчик суд огласил свое решение, благодарит вас свидетель за участие в судебном заседании. Дело закрыто. Решение суда. Назначить срок для примирения на три месяца. Не думаю, что что-нибудь изменится за три месяца. За два года ничего не изменилось. Виктория – моя первая победа. И она останется со мной. За сто дней Наполеон отвоевал Францию, а я верну жену. Далее в программе. Дело в том, что у меня вот уже все документы собраны. Уже заключен договор купли-продажи предварительный. Я нашла квартиру возле матери, чтобы жить около нее рядышком. Женщина утверждает, что по вине родного сына осталась без квартиры. Она требует возместить убытки. А сын говорит, что поступил с мамой ровно так, как она поступила в свое время с его отцом. А теперь вернемся в зал суда. Истец Надежда Суворова живет в Красногорске. Обращается в суд с иском о взыскании с ответчика стоимости наследственной доли истца и малолетнего ребенка в проданной недвижимости. Ответчик Егор Суворов с иском не согласен и утверждает, что распорядился денежными средствами согласно своей доле. Я обращаюсь к суду с просьбой удовлетворить мой иск, так как считаю, что ответчик не прав в этой ситуации. Девять месяцев назад умер мой муж Суворов Иван. И нам осталось в наследование две квартиры 56 и 34 квадратных метра. Значит, эти две квартиры были приобретены вами в браке. Да, они были приобретены И следовательно, у вас есть там супружеская доля. Я правильно вас понимаю? То есть 50% в одной квартире и 50% в другой квартире это ваша супружеская доля и они в порядке наследования не делятся. Значит, мы делим только одну вторую в одну и одну вторую в другую. Это получается в общей сложности 50% от всего имущества. Я поняла. Мне не надо от всего имущества. Поймите, пожалуйста, наследственное имущество у нас по объекту. В каждом объекте может быть разная наследственная доля. Будем разговаривать о двух квартирах. Одна вторая доля в каждой из квартир ваша супружеская доля. И остается одна вторая. Есть вы как наследник первой очереди и ребенок, который родился через три месяца. Правильно? То есть он тоже является наследником первой очереди. Да. Так? Если вы два наследника первой очереди, то каждому из вас наследуемое имущество должно принадлежать по одной четвертой. Почему одна шестая? Потому что у меня два сына. Это Егор и маленький Коля, которому сейчас три месяца. Теперь я поняла. Значит, у нас тогда три наследника первой очереди. Ваш старший сын общий ребенок с мужем. Да. Общий. Значит, три наследника первой очереди. Вы как пережившая супруга и двое несовершеннолетних детей. Правильно я поняла? Тогда каждому из наследников по одной шестой. Да. Так. после того, как муж умер, документы все были готовы. Мы с Егором договорились, что эти две квартиры во избежание спорных ситуаций мы продаем и просто делим деньги. И каждый из нас эти деньги тратит на свое усмотрение. Но вы в этой ситуации просили деньги, то есть не просили, а вы договаривались деньги разделить согласно долям наследствия. То есть ответчику должно было бы причитаться от проданных квартир одна шестая в одной и одна шестая в другую. Правильно? Мы с младшим сынишкой выписались из квартиры и переехали жить к моей матери за город. Проживая там, я подыскивала варианты какие-то, чтобы там купли-продажи либо обмена, ну, что-то такое для себя более подходящее, чтобы ближе быть к матери, чтобы в случае чего она могла мне помочь, так как я одна воспитываю ребенка. И я в дальнейшем могла помогать ей, ближе к старости уже. Приезжает ко мне мой сын, старший, вот Егорка, и говорит мне, мама, давай я тебе помогу, ребенок маленький, живете далеко от города, не с руки совсем ездить, заниматься купли-продажей, я все продам, деньги тебе привезу. Так я тебе помог и деньги отдал. Сыночка, спасибо тебе большое, конечно, ты мне очень помог. Ну, на этой договоренности мы с ним и порешили. Я пошла, сделала ему доверенность для того, чтобы он... Мы пошли вдвоем, вы не могли одна это сделать. Мы сделали с ним доверенность, у нотариуса, что он может, имеет право продать квартиры и получить за них деньги. Так, истец, скажите мне, пожалуйста, то есть вы в установленном порядке, равно как и ответчик, приняли наследство, я правильно понимаю? И каждый из вас, поскольку несовершеннолетний ребенок, то вы за него получили, каждый из вас у нотариуса получил. Вы два свидетельства. Первое свидетельство о супружеской доле в каждой из квартир, правильно? Да. Вы получили одно свидетельство на одну квартиру, второе свидетельство на другую квартиру. Вы и несовершеннолетний ребенок получили свидетельство о праве собственности у нотариуса, вы на одну шестую, еще правильно, да? и ребёнок на одну шестую. То есть вы на одну шестую несовершеннолетний ребёнок. И вы получили свидетельство нотариуса о праве собственности в порядке наследования по закону на одну шестую долю. После этого вы даёте доверенность, уполномачивая ответчика от вашего имени совершать необходимые сделки, включая право продажи принадлежащей вам недвижимости. Я правильно понимаю? Да, так и было. Перескажите мне, пожалуйста, что продал ответчик? Ответчик продал две квартиры. Целиком? Да, целиком. И выручил с них 10 миллионов рублей. 5 миллионов по закону принадлежит мне как жене. Моя супружеская доля. И 5 миллионов мы должны были разделить между остальными членами у наследования. Значит, это был мой сын, старший Егор и Коля, мой младший сын, которому 3 месяца, и я. Но Егор по своему усмотрению эти 5 миллионов разделил на своё усмотрение. Он поделил эти 5 миллионов пополам между мной и им, забыв про то, что у него родился младший брат, который тоже имеет долю в этих 5 миллионах. Заплатил из проданных им квартир всего 2,5 миллиона. Всего 2,5 плюс моя наследная доля. Плюс что? Плюс моя доля, которая доля жены. То есть всего 5 миллионов плюс 2,5. Да. Или 7,5 миллионов. Таким образом, он недоплатил вам 834 тысячи. Я правильно вас понимаю? 834 тысячи. Так, давайте мне, пожалуйста, доверенность, которую вы выдали на ответчика, свидетельство о смерти вашего супруга, свидетельство о рождении ребёнка, свидетельство о заключении брака и свидетельство о регистрации права, собственности на супружескую долю и на наследственную. Пожалуйста, ответчик. Значит так, с иском я, конечно, не согласен, потому что считаю, что распорядился деньгами согласно причитающейся мне доле. Я сейчас поясню. Ответчик, подождите, а мне не надо ничего объяснять, потому что вы у нотариуса получили свидетельство на одну шестую. С чего вы взяли, что я получал? То есть мы заключали доверенность, что я буду вести куплю продажу? Ответчик, ответчик, ну понимаете, каждый вправе защищать свои права теми аргументами или основаниями, какую сторона избирает. Но кроме одного, нельзя отрицать, невозможно отрицать, ну как вам сказать, объективной реальности. Вы не могли бы продать квартиру, если бы не было права устанавливающих документов. Не смогли бы никогда, потому что вам бы не зарегистрировали эту сделку. У вас право устанавливающим документом является не только свидетельство на одну шестую долю, которое вы у нотариуса получили. Потому что у нотариуса, получив это свидетельство, вы идете в соответствующие регистрирующие органы, где вам выдают, да, вам еще выдают другое свидетельство, которое называется государственная регистрация перехода права. Вот там, если посмотреть, в этом свидетельстве будет основание написано, наследование по закону. И вот только при наличии всех этих свидетельств вы могли сделку заключить. Хорошо, я поясню. То есть вы берете все юридически. Как я беру? Юридически все рассматриваете. Но нужно смотреть по справедливости, по судьбе. Отвечу, еще раз. Вот послушайте, пожалуйста, понимаете, между наследниками споры могут быть разнородные. Да, они разнообразные. По справедливости ли, по правде ли, не по справедливости, не по правде, как угодно. Но для этого есть нотариусы. Они у нас специально созданная нотариальная служба, которая занимается не разрешением спора о праве, а процессуальными моментами. Это означает, что если вы считаете, что нотариус неправильно распределил наследство, между наследниками первой очереди, вы делаете очень простую вещь. Вы пишете заявление, заявление пишете, заявление прошу нотариуса такую-то, там, лицензия, номер такой-то, не выдавать свидетельство о праве собственности в порядке, наследование, точка. Ваша обязанность через 30 дней, чтобы нотариус понял, что есть иск в суд. Потому что если к этому моменту нотариусу не приходит информация, что подано исковое заявление, поскольку между наследниками возник спор, нотариус выдает свидетельство. Поэтому я вам и задала вопрос. Когда нотариус вам выделил одну шестую долю, почему вы не обратились в суд? Я еще обращусь в суд. Потому что я думал, мирным путем все решить. Ну, ответчик, это ваше право, конечно. Но могу вам сказать так, что тяжеловато вам будет. Очень тяжело. Как бы если вы сейчас хотите оспаривать наследство, ну, будем говорить, имею в виду раздел наследства, но, наверное, могли, если вы квартиру не продавали. Понимаете, в чем дело? Вы же ее продали. Ну, вы же квартиру продали. То есть вы в этот момент были согласны с тем, как наследство разделено. Но так основание сейчас навскидку найти, почему вам оспаривать выделение одной шестой доли, мне очень сложно. Так я вам хотел рассказать про это основание. Не надо рассказывать, я не делю наследство. Я наследство не делю. Для этого есть суд, который занимается, но не я. Я рассматриваю ровно взыскание денег. Поэтому зайдем с другой стороны. Вы не согласны с разделом наследства? Пожалуйста, я вам просто говорю, что вам сейчас очень сложно будет это сделать. Очень сложно. Вы получили доверенность на продажу? Да. Деньги ваши? Деньги мои. Каким образом? Потому что доли этого сына Коли, вот которого она родила, никакой там нет. Вообще нет. Почему? А потому что он не сын моего отца, так сказать. Он не брат меня родной. Да вы не можете оспаривать. Да подождите. Вы не можете оспаривать. Вы кто такой, чтобы оспаривать отцовство? Вы отец? Я вообще-то ее сын? Нет, вы отец. Я не отец, конечно. Тогда как вы можете оспаривать отцовство? Как-нибудь оспорим. У меня вот и фотографии есть, что она гуляла и жила с другим. Ответчик, ответчик. Значит так. Вы, вот давайте так. Хотите мне верьте, хотите не верьте, но я вам говорю совершенно официально. Вы не имеете права оспаривать отцовство. Ответчик. Значит, вы, получив доверенность на продажу двух квартир. Понимая смысл этой доверенности, что вам поручается от имени истицы и ее несовершеннолетнего ребенка, чем законным представителем она является, заключать соответствующие сделки. В этой ситуации, заключив сделку купли-продажи, да, заключив сделку купли-продажи, предоставив покупателю набор свидетельств. Два свидетельства с упружеской долей на одну-вторую с каждой из квартир. Ваше свидетельство на одну-шестую. Свидетельство истицы и ребенка еще на одну-шестую. Да, вот у нас покупатель все это взял в руки, вот все свидетельства, заключил договор, заплатил вам деньги. Регистрационная служба у нас эту сделку зарегистрировала, оставив у себя, да, по перечню все документы, их проверив. Вы взяли эти деньги, которые не являются в полном объеме вашими деньгами. И распорядились так, что оставили себе часть, которая вам не принадлежит. Да потому что я считаю, это так правильно. Это мои деньги. Ну ты не спалил Бог, что будет решать. Нет, отмечка, это замечательно. Тут не причем твой сын незаконнороженный. Отмечка, это замечательно. Мне нравится ваша позиция. Вы говорите, я считаю, что это так правильно. Ну, хорошо. Суд удаляет за принятие решения. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истца, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, рассмотрев все представленные документы и доказательства, заявленные исковые требования удовлетворяя это и взыскивается ответчика в пользу истицы стоимость наследственной доли истицы малолетнего ребенка в проданной недвижимости в размере 834 тысяч рублей. Суд, заслушав исковывая ответчика, укажены денежные средства, полученные от продажи наследственной доли истицы малолетнего ребенка в проданной недвижимости, потому что выданная на истицы доверенность давала ответчику право распорядиться их имуществом, но не является основанием для возникновения у ответчика права собственности на денежные средства, полученные от продажи имущества, поскольку владельцам денежных средств у нас в соответствии с доверенностью и полномочиями, которые поверенные получает от доверителя, вот право собственности на денежные средства имеет исключительный только доверитель, то есть то лицо, которое доверяет своему поверенному от своего имени совершать соответствующие юридические сделки. В данной ситуации право на денежные средства имеет истец, и ответчик обязан вернуть ей указанные денежные средства. Суд хотел бы разъяснить ответчику, что у вас, как у сына умершего, нет права на оспаривание отцовства его отца в отношении несовершеннолетнего ребенка, раздившегося после смерти отца. Круг лиц, имеющих право на оспаривание отцовства, четко определен в части 1 статьи 52 Семейного кодекса Российской Федерации и расширительному толкованию не подлежит. В данной ситуации у нас есть круг имущественных прав и обязанностей, который переходит к наследникам, но право на оспаривание отцовства к доследственным правам не относится. Поэтому, если вы откроете статью 52, то вы увидите круг лиц, которые после смерти матери или отца имеют право оспаривать отцовство или материнство, но вы в этот перечень не входите, а перечень является исчерпывающим, и никто его не может широко толковать. Это понятно вам? Статью я вам назвала. Если вы даже не можете просто семейный кодекс купить и прочитать, но вы можете залезть в интернет, например, да и там просто набрать статью 52 Семейного кодекса, она очень небольшая, круг небольшой лиц, да, и поэтому статья небольшая. Понятно вам, ответчик? 834 тысячи истицы. Не захотите сами по исполнительному листу. Часть слой по судебным приставам исполнителей. Истица и ответчик, суд огласил свое решение, дело закрыто. Решение суда. Исковые требования удовлетворить. Он опозорил меня, возвел на меня такой поклеп. Не понимаю, как такое вообще могло произойти, что это происходит со мной. Видимо, я неправильно воспитывала своего ребенка. Моя мамаша родила ребенка неизвестно от кого. А теперь я должен этому своему братику часть денег своих отдать. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!